Уважаемые друзья, здравствуйте! Накануне в мессенджерах и некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что 1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов. Наш сегодняшний гость готов прокомментировать эти якобы вступающие в силу новшества. На НТК-21 руководитель Вербиджанского центра ГИМС МЧС России по ИАО Владимир Корчминский. Владимир Семенович, здравствуйте! Добрый день! Владимир Семенович, мужчины в тревоге, пересылают сообщение о том, что 1 марта необходимо будет регистрировать все лодки в ГИМС, даже ПВХ и резиновые без мотора. Так ли это? Давайте, в первую очередь, начнем с того, что Государственная инспекция по маломерным судам предоставляет такие государственные услуги, как регистрация, аттестация и освидетельствование маломерного судна. С 1 марта вступили новые приказы, но это было в 2022 году. С 1 марта 2023 года никаких, как вы сказали, поправок, ничего такого не было. Все это, как вы сказали, иностранное слово фейк. То есть поправки были год назад, нынче ничего не вступает, и тут вот пугают штрафом в 50 тысяч, мы такой цифры тоже вообще не имеем в своем арсенале. У нас, конечно, таких штрафов не было и, надеюсь, и не будет. Значит, у нас вступил в силу приказ 566 от 15-го, 10-го, 21-го года об административном регламенте о предоставлении государственных услуг по регистрации маломерных судов. Потом 565 приказ от 13-го октября 21-го года, значит, по аттестации на право управления маломерным судом, не используемых в коммерческих целях. И 567 приказ от 13-го октября 21-го года, это административный регламент по оказанию государственных услуг по освидетельствованию маломерных судов, используемых также в некоммерческих целях. И там ни слова про резиновые лодки, маленькие. Нет, но это они, значит, регистрировались, когда я пришел на службу в ГИМС, значит, они попадали под регистрацию, да. Сейчас они под регистрацию не попадают, но судоводитель должен понимать, что он обязан одевать спасательный жилет. Если спасательные жилеты не одевают, то за это есть административная ответственность. Ну, по жилету понятно, а раньше вы говорите, лодки резиновые все-таки регистрировались и считали нужным это делать, да? Они относились к категории грибных маломерных судов. Потом как-то упростили, очевидно, да, все это дело и отменили регистрацию. Ну да, сейчас у нас, получается, маломерное судно попадает под регистрацию, если оно с оснащением весит более 200 килограмм. Что такое оснащение маломерного судна? Это подвесной лодочный мотор, либо стационарный мотор, и имеет в наличии весла, либо без весел. То есть и установка подвесного лодочного мотора более 10 лошадиных сил. А ее габариты, материал изготовления имеют значение? Нет, не имеют. То есть это может быть и надувное судно, либо жесткокорпусное. А длина? Значит, маломерное судно, это вообще, на маломерное судно относится длина, у которого не более 20 метров и имеет пассажировместимость не более 12 человек. У нас есть прогулочные суда, это тоже не более 20 метров маломерное судно должно быть, которое имеет пассажироместимость не более 12 человек и экипаж 6 человек. А мощность мотора? Мощность мотора, значит, более 10 лошадиных сил. Если больше 10, то все регистрируемся. Да, конечно, и судоводитель обязан иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Как, кстати, получить эти права? Вы знаете, с 1 марта 2022 года у нас, как я уже говорил, вступил новый административный регламент по аттестации граждан. Значит, мы можем, как граждане могут обучаться в специализированном учреждении, также они могут и самостоятельно с помощью самоподготовки прийти и сдать экзамен на право управления маломерным судном. То есть, сам дома подготовился, да? Какие-то, очевидно, надо правила скачать и билетики порешать, как обычно делается? Конечно, у нас сейчас это все идет, как и раньше, в электронном виде, онлайн. То есть, ты приходишь на экзамен, подаешь документы. Сразу хочу сказать, что у нас документы принимаются как по регистрации, аттестации, свидетельствованию через портал Госуслуг. Значит, вся необходимая информация есть у нас на официальном сайте главного управления, также можно зайти, посмотреть. И человек, когда подал документы, значит, назначается дата, время, когда он должен подойти для сдачи экзаменов. И на основании того, на что он хочет сдать, это либо на гидроцикл, на маломерное судно, значит, формируются или районы плавания, внутренние пути, внутренние водные пути, морские пути. На основании этого уже и формируются билеты онлайн. То есть, человек приходит, садится, дается 40 минут, 40 вопросов, и человек отвечает под камеру. Как правило, все сдают? Вы знаете, не как правило, все сдают. Значит, человек, который подготовлен, и сдаёт. Люди, которые думают, что всё легко и просто, то я хочу сразу сказать, что это не так. На самом деле, это нужно учить, знать, хотя бы понимать приблизительно, потому что в билетах попадаются и вопросы по навигационным знакам. Там же есть и решение некоторых задач по пеленгу, там, и градус, который, ну, там, задачи, допустим, определить градус, пеленг. Ну, конечно, есть и попроще вопросы, когда ты, допустим, сдаёшь на внутренние пути только, либо на просто маломерное судно, не на гидроцикл вместе взятый, то там билеты и попроще. Ну, соответственно, и на что ты хочешь сдать, ну, то и нужно быть подготовленным. А если человек захотел бы, ну, в себе не очень уверен, захотел бы с опытным человеком, с инструктором поработать, как-то поводить вместе, есть такая возможность? У нас есть учебное учреждение, где у нас обучают граждан, которые хотят сдать, ну, иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Конечно, учебное заведение, оно как было, так и есть, нужно просто туда обратиться. Там набирают группу, где он также может с инструктором там всё это пройти. Вот, несмотря на то, например, если провести параллели с ГИБДД, да, насколько серьёзные силы на организацию и контроль за дорожным движением направлены, всё равно встречаются люди, которые без прав ездят. В вашей ситуации наверняка такие тоже есть, и как им противодействуете, с каким эффектом, с результативностью? Тут результат только один, это патрульные мероприятия, в которых мы учим, в которых мы проводим патрульные мероприятия, как в летний период на водоёмах мы выезжаем, берём с собой плавсредство, значит, состав патрульной группы не менее трёх человек, и с нами вся, значит, мы имеем все бланки удостоверений, я имею в виду протоколы, постановления и всё. Значит, останавливаем, проверяем наличие удостоверения права управления маломерным судом. И находятся люди, которые без такового документа, да? Ну, конечно, да, ведь этих людей никто не отменял, поэтому, да, есть и такая категория судоводителей, поэтому мы стараемся навести порядок на водоёме, чтобы в таких случаях всё было меньше и меньше. Законодатель нам дал право, поэтому у нас и такие штрафы сейчас. Вы знаете, лишний раз человек подумает сесть за управление маломерным судом, либо пойти отучиться за эту же сумму, либо сейчас, как я уже сказал, можно самостоятельно подготовиться, поэтому штрафы достаточно большие. Это у нас, не имея права управления судоводителем, к нему применяем штрафные санкции от 10 до 15 тысяч рублей, если не зарегистрировано маломерное судно от 15 до 20 тысяч рублей. То есть штрафы серьёзные, когда человек попадается, не имея права управления и маломерное судно не зарегистрировано, конечно, там вот можете посчитать, сложить. Поэтому человек должен, прежде всего, подумать, да, сесть ему за право, ну, управлять маломерным судном, или всё-таки узаконить всё это и спокойно наслаждаться. Если вот на месте, на берегу уличи или такого человека, что у него прав на лодку нету, на вождение её, он пойдёт домой пешком, лодку конфискует или как-то арестует? Конечно, если человек, да, не имеет права управления и не зарегистрировано в установленном порядке, конечно, данное маломерное судно попадает на арестплощадку, да, как мы уже сказали. И, конечно, потом, пока не устранит причину задержания маломерного судна, маломерное судно будет стоять на штрафстоянке. А в вашей служебной практике бывали такие случаи, когда человека оштрафовали, потом смотрите, сидит как миленький, учится, сдаёт экзамены, уже идёт правомерным путём? Конечно, у нас, в принципе, все такие случаи этим и заканчиваются, когда просто получается, что люди и не знают многие, что нужно иметь удостоверение на право управления маломерного судна. Конечно, мы проводим, в первую очередь, правилактические мероприятия с данными лицами, объясняем им, что это необходимо делать, потому что у нас такие законы, и нужно это всё делать своевременно. Поэтому, конечно, потом смотришь, человек приходит и благополучно сдаёт. Не надо было доводить до такой сложной ситуации и потери денег. Поэтому сейчас просто, если мы покупаем лодку или есть у нас, измеряем её, если больше 20 метров, если она в снаряжённом состоянии более 200 килограмм, всё, идём, регистрируем, подаём через госуслуги, заявление соответствующее, все настроены, формы там, да? Всё это есть, всё. Даже если какие-то вопросы возникают, есть, как я уже говорил, официальный сайт главного управления МЧС СИП, в этом области, там в разделах всё есть, есть контактные телефоны, также в интернете есть контактные телефоны, всё это есть, мы всегда на связи, то есть в любое время может человек, даже если это не приёмные дни, человек может всё равно позвонить, ему дадут квалифицированную информацию, проинструктируют, и человек, в принципе, может, как с помощью телефона, так же с помощью интернета всё это узнать, всё это есть. А если он в этом интернете, ну, станет, как бы, жертвой какой-то лживой информации, то ваши же специалисты могут её и в индивидуальном порядке развеять, спросить, уточнить, перепроверить, а действительно ли, да, чем просто раньше времени тратить нервы и здоровье на заведомо ложные сведения. Да, я вам больше скажу, даже когда вот вы сказали, что вот эта информация просочилась, да, с 1 марта 2023 года, какие-то новшества, да, нам даже люди стали уже приходить, и приходить, и интересоваться, да, то есть даже не по телефону, а хотели при личном беседе, контакте, да, вот удостовериться, что это так или не так. Поэтому вот мы, приходится нам отвечать на данные вот такие вот вопросы. Вот, ну, а в нашем интервью мы дали ответ уже всем. И всё, и выполнив всё это, можем уже отправляться на водоём после того, как с него лёд сойдёт. Как там, кстати, какие перспективы, когда сойдут льды, когда можно будет уже кататься, плавать и купаться. Традиционно у нас в конце апреля уже активно начинаются патрульные мероприятия на водоёмах. Это где-то числа 25-го, то есть в начале мая. У нас наступает навигационный период, и мы начинаем активно работать именно в рейдовые мероприятия, патрульные мероприятия активно. Привлекаем внештатных сотрудников, значит, привлекаем туда с нами для работы сотрудников полиции. И у нас есть и специалисты комиссии по делам совершеннолетних, у полномоченных по праву ребёнка, все те структурные подразделения, которые именно помогают в нашей работе. Ну и также в летний период, да, у нас, как мы уже, у нас такая есть практика, выявляем детей, которые находятся одни без сопровождения взрослых, и составляют сотрудники полиции протоколы по статье 5.35. Это надлежащее исполнение родителей своих родительских обязанностей. Ну а что касается, в конце апреля и где-то в середине апреля лёд сходит. Будем ждать, да. Ну и уже сейчас, наверное, пора прекращать пользоваться вот этими тропинками на посёлке, через карьеры, через речку. Не стоит, наверное, да? Вообще, да, выход на лёд запрещен. То есть нужно избегать вообще выхода на лёд. Не только вот когда наступает весенний период, да, даже. Потому что, ну, все стали свидетелями, да, у нас был, когда мы готовились к православному празднику, вот это крещение Господне, да, мы обследовали, конечно, водоёмы. Это было начало января. Ну, казалось бы, да, середина зимы. И морозы были такие более-менее устойчивые. Поэтому, когда мы начали обследовать водоёмы, да, мы крайне удивились. Конечно, на моей практике это впервые, когда были промойны достаточно большие. И когда мы начали чистить снег, да, в этом районе, конечно, вода начала проступать сквозь снег. И как вам сказать? Конечно, вообще нужно исключить вот эти проходы. Я понимаю, что это удобно, да, там, с Партизанского в район городской набережной туда. Или там Сопкина, Бумагина. На стадион. На стадион, да, конечно. Это удобно, это сокращает время, но это небезопасно. И у нас были случаи, я хочу привести случай, когда у нас в 2018 году был прямо на городской набережной трагический случай с несовершеннолетием, когда он захлебнулся в воде. Конечно, такие случаи есть. Это и в ноябре месяце, когда военнослужащий переходил в районе Пустышева водоем, сокращал путь. Ушел бесследно, человек пропал, и все, нет человека. Вот потом только это в ноябре он провалился, потом только в августе месяце нашли его, скажем так, останки. Поэтому тут понимаете, как вам сказать? Это все индивидуально, конечно, нужно смотреть. Конечно, если этот водоем закрыт, да, нет течения никакого абсолютно. Вот как мы всю зиму проезжаем в районе старого нашего Солнечного острова ресторана, там соорудили родители горку, конечно, там и толщина льда позволяла, там до 50 сантиметров, потому что водоем закрытый, никаких течений нет. И вот, значит, там и то, знаете. Скрипя сердце. Да, и то. Мы, как всегда, мы когда патрулируем, проезжаем данный водоем, заезжаем туда, еще раз беседуем с детьми, выдаем памятки, детей берем на контроль. Значит, всегда мы берем данные учебных учреждений, туда еще раз приходим, еще раз разговариваем с классным руководителем, чтобы доводили до родителей данную информацию. Ну, а к родителям хотелось бы обратиться, конечно, чтобы всегда держали своих детей на контроле, абсолютно, что родители несут ответственность за своих детей. И когда дети идут в школу, лишний раз позвонить, узнать, где он находится. Со школы, когда идет, так же созвониться, потому что у многих сейчас есть сотовые телефоны, да, набрать ребенка и просто услышать его голос. Где он, как он. Спасибо, Владимир Семенович, что дали нам эти разъяснения и остерегли нас лишний раз, который совсем не лишний, когда речь идет о безопасности, о нашей жизни, о жизни детей. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»